одежда должна быть комфортной при одевании используется принцип многослойности дети пожилые люди должны утепляться в большей степени это связано с тем что у детей процесс терморегуляции еще окончательно не сформирован а у пожилых людей он нарушен холодная погода прежде всего грозит обморожениями и опасность этих ситуаций заключается в том что как правило болевые ощущения не возникают не сразу а гораздо позже чем произошло повреждение тканей первая помощь как правило оказывается вне стен медицинского учреждения и не медиками и на этом этапе допускается целый ряд ошибок о которых нужно помнить не следует растирать поврежденные участки тела руками шерстяной тканью или снегом не следует окунать их в холодную или горячую воду и не следует предлагать потерпевшему большое количество алкоголя потому как это может иметь непредвиденные последствия первое что необходимо сделать это исключить воздействие холода перевести человека в теплое помещение дать ему попить горячий чай если он находится в сознании освободить пострадавшие участки тела от обуви от одежды некоторых ситуациях необходимо разрезать эти участки и если вы увидите что кожные покровы изменены если человек будет предъявлять жалобы на то что он испытывает боль или у него потерялась чувствительность или поменялся цвет кожных покровов есть возможность доставить его в лечебное учреждение то первая помощь должна ограничиваться наложением септической повязки из бинта и ваты далее эта часть тела она может быть помещена в полиэтиленовый пакет утеплена с помощью одежды сухой чистой либо теплого одеяла и в теплом автомобиле пострадавший должен быть направлен лечебное учреждение где уже врач оценит тяжесть обморожения и определит где каким образом будет осуществляться лечение особенно мы обращаемся к людям пожилого возраста перенесите поход там на почту или магазин на чуть чуть более поздний срок когда холода ступит если говорить про жилье то здесь два основных фактора это использование электрических приборов или скажем так приборов для обогрева это могут быть как электрообогреватели так и котельное оборудование и печное отопление печи чаще используется в старых домах соответственно им уже много лет и чаще всего речь идет об одиноко проживающих людях пожилого возраста и здесь конечно первая рекомендация к молодым родственникам может быть если у вас есть возможность на несколько дней забрать пожилого человека к себе топящийся пища ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра и нельзя ее топить круглые сутки это нужно делать с перерывами если говорить про электрическое оборудование то разумеется нужно следовать инструкциям как котлам так и к обычным бытовым электрическим обогревателем и обязательно нужно обращать внимание на так называемый срок эксплуатации прибора но и помнить телефон мчс 101 или 112 госавтоинспекция рекомендует водителям и автолюбителям по возможности заменить масло в автомобиле заменить свечи и если существует необходимость заменить аккумулятор также помните в морозную погоду включенные на полную мощность обдув лобового стекла может вызвать появление на нем трещин не стоит оставлять автомобиль затянут ручником вернувшись придется сорвать примершие тормозные колодки в сильный мороз нет гололеда но не исключена возможность скольжения на дороге основное правило в гололед это умеренная а порой и малая скорость